Забаровская Виктора Александровна В частном доме на двух хозяев. Во второй половине дома жили соседи Юзенко Николай Иванович и Кожевникова, Анастасия, по-моему, Григорьевна по отчеству. В 2005 году моя мама начала жаловаться на соседей, что они вредят, что дистанционно на нее воздействуют, включают какое-то оборудование, вибрируют пол, наговаривают ей какие-то слова в голову. Она приезжала к нам и рассказывала, что у нее проколы по всему телу. Мы с сестрой решили, что это возрастные какие-то изменения, что, возможно, связаны с каким-то психическим расстройством. Мы приезжали, помогали, чем могли. На соседей она написала жалобы в МВД, в мэрию, в суды. Были проверки у соседей, у нас, на что органы посоветовали маме обратиться в психиатрическую консультацию к психиатрам. Эта история длится уже достаточно долгое время, пока мама где-то в начале зимы, в январе месяце 2011 года мне позвонила и сказала, что Вика нас убивают, у нас хотят отнять дом. Я говорю, мама, что ты такое говоришь? Я позвонила папе, говорю, пап, что происходит? Он говорит, все нормально, у нашей мамы какие-то проблемы с головой. Я, значит, попросила сестру, сестра жила со мной в Санкт-Петербурге. Ирина, говорю, поезжай, пожалуйста, посмотри, что там у нас в доме творится. Посмотри, что происходит, что говорит мама. В марте 2011 года Ирина выехала в город Тавда Свердловской области. Прожила она там год, стала жаловаться на металлических шумовых шахт, что соседи включают какое-то оборудование за стеной, что находиться в доме просто невозможно. Я попросила маму, значит, Ирину, значит, это самое, чтобы они, ну, если так тяжело очень жить, можно хотя бы они ходили высыпаться в гостинице. Когда они ходили высыпаться в гостинице, значит, их преследовали какие-то люди на машинах, включали, значит, и около гостиницы стояли машины, включенцы с включенными фарами и гудели. Значит, Ирина написала жалобу в МВД, точно так же на соседей, написала в мэрию, в энергетической компании, потому что сказала, что простреливают током, как у нас ее слов, что простреливают дом током через стену, что спать невозможно, не дают спать, что включают, когда папа уходит из дома, включают какую-то вибрацию, значит, зимой вообще делают дома резкое похолодание. Она, значит, она не позвонила в феврале 12-го года, сказала, Вика, пожалуйста, срочно приедьте, потому что нам нужна помощь. Я не смогла приехать, сказала Ирина, поезжайте, пожалуйста, к родственникам. В феврале они уехали, месяц прожили у маминой сестры в Майкопе. Потом вернулись. В мае месяце я 12-го года, 2012-го года я приехала, Ирину сестру просто не узнала. Она все похудела, сказала, что все плохо чувствует. Я повела ее, были майские праздники, я повела ее в больницу, все было закрыто. Пообещала ей, что приеду в августе, заберу ее, потому что нужно было делать крыши на доме, дом очень старенький. Папа говорит, что все нормально, спит нормально. Мама постоянно жаловалась. Мама просила поменяться меня, но пока нужно для обмена, нужно для больших денег, пока денег не было. 14-го мая 2012-го года я уехала. Приехала в Санкт-Петербург 16-го числа. 17-го утром рано мне позвонила родственница, двоюродная сестра, и сказала, что мама и Ирина сгорели в бане. Я была в таком состоянии, что еле звонилась до папы, спросила папа, что произошло. Папа тоже был выпивший, еле нашла его. Он сказал, что Ирина убедилась ее бензином и подожгла в бане. Мама вытаскивала ее и погибла. Я приехала 20-го числа, туда похоронила их, стоялись похороны. Через два дня после похорон я спала ночью с сыном вместе. Просыпаюсь от того, что по всему телу идет такая волна и мурашки по всему телу. Я думала, может это у меня на нервной почве. За делами, за заботами, пока пойдешь в магазин, что-то поделаешь. Я забыла, через два дня все это точно так же повторилось. Я решила, что это у меня после всех этих похорон, после приема успокоительных, таблеток, решила, что это самое что-то происходит. Мы с сыном уехали. Я спрашивала еще у папы, как он спит. Папа говорит, нормальный сын, тоже нормально. В августе я этого же года, я поехала в отпуск к отцу снова в Тавду, потому что нужно было делать ремонт дома. Он в честь обгорело. Заказывать крышу, потому что пожарники там все разворотили, заливала дом. Я приехала в августе опять с сыном Романом в Тавду. 21-го числа ночью, читала, сидела к нему. Вдруг слышно о второй половине дома. Открывается под поле, такой тяжелый металлический бункер. Достается какой-то ящик металлический, стоит тяжелый пол. Я сижу, слушаю, думаю, что там такое происходит. Потом как будто кто-то по крыльцу пробежал. Через буквально 5-7 минут пошла волна. У меня задрожали руки, ноги, забилось сердце. Я вышла на крыльцо, решила посидеть, отдышаться. Не стала ни папу, ни сына будить. Ничего не могу понять. Подошла к калитке, стою около калитки. Буквально через 5-10 минут на наш столб. Там очень темно, освещения нет. Выдается большим огромным красным фонарем сигнал несколько раз. Я решила, что, видимо, был какой-то прострел дома. И что они отстрелялись. Я еще... В общем, короче, я просто пришла в такое состояние, в дикое. Я не знала, что делать. В это время я стояла, смотрела, летели с самолетом. Я думала, с самолетами что ли стреляют. Я тогда уже почитала много информации об инфразвуке, об инфразвуке. Поняла, что это был прострел инфразвуковой по характеристикам. Папе я утром, когда он встал, сказал, папа, ты знаешь, что где-то по ночам происходит? Он сказал, что я не хочу этого ничего знать. Я себя чувствую нормально. Я сказала, ну это хотя бы на ночице. Я просто не понимала, как это делается все. Ну, видимо, соседи видели, что я и видела, как они сигналили вот этим красным фонарем. После этого в августе я из отпуска уехала из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге вышла на работу в сентябре. За мной начали ходить какие-то люди. Сначала на работу, стояли машины около работы. С сентября-октябрь прошли очень тяжело. Открыла свой ноутбук, у меня стоит заставка чужая, как картинка. Потом нам медленно наплевает моя. Я поняла, что в мой ноутбук, значит, кто-то влез. Я ругалась там. Сначала думала, просто хулиганы. Потом пошла к нашим системным администраторам, спросила, что могут влезть в ноутбук. Сказали, что да, легко. Вот, что печатаешь, есть программы, которые снимают все пароли, все. ФСБ может вообще вскрыть все, что угодно, и войти куда угодно. Приходили письма на почту где-то в октябре. Я различную палату по содержанию, пора оплатить по счетам. Я пошла, хоть сходила к нашим участковым, рассказала об истории, которые со мной произошли. Он сказал, что красный фонарь, это могут быть, такой фонарь может быть только у военных. Что, значит, вам нужно написать, обратиться или в московскую прокуратуру, и в прокуратуру Свердловской области, потому что в Санкт-Петербурге этим никто заниматься не будет. Я зашла в интернете на сайты прокуратуры московской, хотела как-то онлайн связаться. Но мне буквально в этот же вечер на три дня перекрылись и телефон, и связь с отцом. Я не могла бы трое суток, и не могла бы звониться втогдуду отца. Я очень испугалась за папу, потому что он старенький, в стрессовом состоянии, ему 78 лет. Я буквально звонила подругам, ну, сигнал идет, деньги считываются, тишина по телефону. Единственное, что я смс-кой попросила, дошла смс-кой, попросила подругу, где сходить к отцу, посмотреть, как там у него дела. Она дошла, сказала, что все нормально, только телефоны, и сотовый сломан телефон, и линия, телефон, стационарная, домашняя, тоже не работает. Через три дня связь восстановили. Дальше, в ноябре, уже когда исполнилось полгода после похорон, можно было ехать оформлять документы мамины. Значит, я собралась пойти в Екатеринбург и сходить в прокуратуру, хотя бы получить информацию, может быть, есть на вооружении МВД или, не знаю, ПСБ подобное оружие. Я, значит, купила билеты, написала другу, единому однокласснику, чтобы он мне помог забронировать отель на двое суток, чтобы у меня было время сходить. Сергею, мне пришло письмо на почту. Виктория, вам включен красный свет. Я ничего не... Если мне нужно было все равно ехать, я совершенно не обращалась. Я просто не читала письма из такого содержания, просто их удаляла. До этого я почитала много информации, почитала об этом оружие по звуковому, по звуковому, а в статье, о чем молчит Нургалеев, много различной информации в интернете. Села, меня муж с сыном проводили, я села в поезд, и началось, можно сказать, просто представление. Напротив меня ехала женщина-юрист, которая мне говорила, не нужно никуда ходить, ничего писать. Здесь же ехал молодой военный человек, который мне говорил о прослушке, которая со спутников на 50 километров. Разговоры наши были только в Перми, об этом. В Перми сели две женщины. Одна женщина включила очень громко музыку, легла. Значит, я... Все остальные, никто больше не жаловался, почему-то все молчали. Я вышла. В это время, значит, видимо, мне, как я позже уже узнала, нашили какие-то митки на сапоге, намазали шубу какой-то жидкость, не знаю, такая липкая жидкость, вот здесь на плечах. Я приехала в Екатеринбург, у меня встретил Сергей. Он проводил меня в отель, значит, мы заселились, потом вышли попить кофе, сходили, потом я вернулась, решила пойти в прокуратуру. Я вышла, значит, хотела пойти, за мной идут какие-то машины, я вся звеню. Нажимаю, видимо, телефон, и у меня вокруг, вокруг у меня звонок. Я поняла, что на мне что-то размещено. Я очень сильно испугалась. Я вышла, значит, вернулась, зашла в магазин, вернулась в латы, ну, типа, все просмотрела на себе. У меня, значит, на когте, на моей, были нашиты две какие-то металлические бляшки, которые я отрезала и выбросила. После этого вечером в отеле, в соседней комнате, значит, включали громко, уже вечером, включали громко воду, начала вибрировать кровать. Значит, ночью стучали, я жила на втором этаже, в окна. Я спала, я переместилась по другое место, так я проспала в ночь. Я уже понимала, что это включается какое-то оборудование, какой-то генератор дистанционный. Всю ночь ходили какие-то мужчины, мимо дверей подходили, слушали, дышали. Все было очень слышно, там старенький отель, Мегалайт. На следующее утро я снова встречалась с Сергеем. Мы выпили кофе, я так подробно ему ничего не рассказывала, чтобы не доставить ему неприятности, потому что очень сильно боялась. И решила еще, постоянно ходили какие-то люди, потому что они были, ну, видно было, что наблюдение за мной ведется. Даже мы пошли, значит, в этот же день, на следующий день, я, конечно, уже никуда не пошла, потому что я думала, что, ну, дай бог, прибьют или еще что-нибудь, потому что постоянно, куда бы я ни пошла, едет за мной машина, причем демонстративно. Я вечером этого дня сходила, купила билеты тогда, кассы. За мной просто демонстративно ходил мужчина среднего возраста. Была зима, было холодно, в ушанке. Потом я поехала без звонка к подруге моей сестры Ирине, чтобы узнать, она у нее была, что она ей говорила. Я пришла к Ирине, мы попили чай. Ирина мне сказала, что сестра приезжала к ней и сказала, Ирина, если у меня остальное что-то случится, я знаю, что меня убили. Я была просто в шоке. Через какое-то время, значит, она живет в двухотажном таком стареньком доме, я слышу шаги по чердаку. Я говорю, Ирина, где там кто-то ходит? Значит, начал моргать свет. Я говорю, Ирина говорит, да не может быть, там чердак завален, мы пойдем посмотрим. Мы взяли фонарик, пошли, там было все это двинуто, разогнуто, гвоздь, которым у них было завинчан чердак. Она говорит, слушай, там есть у меня кто-то есть. Мы испугались туда пойти, я говорю, Ирина, я поеду, чтобы не доставлять тебе неприятностей. А до этого мы гуляли с собакой, уже вечерело, я видела, как вот буквально перед этим прошел мужчина в этот дом, не знаю, похоже, как с винтовкой с какой-то в руке. Я уже подумала, это может быть, тут развлакалая винтовка и с таким каким-то тяжелым ящиком. Я ушла, пришла в отель, снова ходили люди, снова стучали в окна, снова, значит, вибрировала кровать. Так, я, мне было уже, мне нужно было добраться до отца, я уже думала, убьют, только убьют. Да, значит, и я вечером села в поезд в Екатеринбург-Тавда. Доехала, срезала все, что я, все, что со своей одеждой, все, что мне думала, что может звенеть. Но, к сожалению, ники на сапогах я не нашла. Так меня провожали вот эти все люди со звонками, включали телефон. Так я уехала до Тавды. Приехала я в Тавду, в 7 утра. Какая-то женщина меня очень сильно ударила. Так, пожилого возраста сильно ударила меня в бок. Значит, я уже просто не посмотрела, может быть, сумасшедшая какая-то старушка. А я добралась до папы утром. Приехала в ноябре месяце туда оформить, чтобы дом помочь ему там со всеми делами, сделать населенное удостоверение, которое он потерял. Ну, много нужно было на 3 детали сделать. Я пришла к папе. Дальше началось. А мы начали ездить машины, поэтому уже городом. Выходить какие-то подростки, молодые люди, которые включали телефон, я и петься звенел. Я посмотрела, наконец, и нашла, от чего я звеню. Это были нашиты нити на сапогах. Не похоже на нити, но это пластик. Такой длинный пластик, потому что я подожгла спичкой, он паялся. Когда я его снимала, звонить перестала. После этого, когда звонки перестали, начали выходить какие-то совершенно незнакомые люди и мне на встречу со мной здороваться. Просто демонстративно. Мы гуляли со своим одноклассником Юрой. Просто идет на встречу пьяным человек со мной здороваться. Дальше происходило следующее. Каждую ночь на чердак дома приходили какие-то люди. Просто приходили демонстративно. Включали оборудование. Ночь, когда я спала, на меня направлялся такой вибрационный луч. Просто тело начинало так мелко вибрировать. Я никуда не пошла. Я поняла, что чем это может закончиться. Ни в прокуратуру, ни в какие письма. Я просто молча, две ночи проводила у подруги. Там все то же самое повторялось. По городу ездили машины за мной. И вот это повторялось 10 дней, пока я была там в городе Томдан. Я, когда я приехала, хотела написать заявление, самое интересное, о вступлении в наследство. Все нотариусы в городе, все конторы нотариальные были закрыты. К сожалению, все оформили на папу. Дела все удалось сделать. В ноябре месяце я вернулась в Санкт-Петербург, вышла на работу. Сижу, смотрю однажды телевизор. И, значит, передача была вилла Иван Ургант. Иван Ургант. Значит, и Иван, голосом Ивана Урганта мне говорят, это вам от семьи Кожевниковых. И началось деценционное воздействие. То есть начались с самого начала декабря месяца начались толчки, облучение, жжение кожи, проколы. Значит, был создан какой-то в квартире и у меня на работе какой-то, не знаю, как это правильно называется, аудиоэффектный фон такой, где, когда ты что-то делаешь, тебя сопровождают удары, какой-то лай собак, плач ребенка. Все это, муж этого не обращает внимания, он ничего не за ним, как бы считает, что это посторонний обычный шум. То же самое на работе. Очень сильное давление. За компьютер сядешь, просто работать невозможно. Компьютер дома сломан. Постоянно, часто перекрывают телефон, значит, у отца, идет такая, ну, вибрация, такой луч на ухо, что вот, ну, как будто пытаются управлять. И такой ожоговый луч, жжение кожи, у меня здесь был ожог. У меня есть фотографии, на отцены, если можно будет, я покажу. Делают, значит, синяки, делали синяки, ожоги, болевые, значит, болевые, не дай мне правильно сказать, на органы боль различная. Ну, просто даже видно, как перебирают в сердце, перебирают печенку, учебуловую систему, сексуальное домогательство. Ну, я попыталась защититься, защититься, сделать защиту, стало немножко получше, полегче. Ну, прочитала работу Натальи Половко, прочитала по рекомендации Московского комитета по колонии, прочитала на сайтах различные статьи, психотеррор, он не так называется правильно, но... Вот сейчас, на данный момент, я позвонила Алия Петуховой, попросила, чтобы меня, мою историю разместили. Я хочу знать, чтобы люди хотя бы понимали, многие, потому что, действительно, бытые люди не верят, это нужно рассказать и понять, только когда ты сам это испытаешь на себе. хочу поблагодарить семью Кожевниковых за все то, что они для нас сделали. Моя сестра Ирина Забаровская приехала помогать стареньким родителям, папе 78 лет, маме 75, чтобы помочь у нас старости. Они ее убили этим оружием. Благодаря вот этой женщине, которая живет у нас за стеной, я не знаю, как там, к кому они обращались, к кому они просили, какие письма были на нас. Позже я узнала, что, да, я еще хочу сказать, что нас объявили агентами ФБР, сектантами по всему городу, вот с сестрой. Я не знаю, чем это связано, кто это сделал, как это, ну, возможно, это слухи, сплетни, но вот такая информация до меня дошла. Вот и моя мама с сестрой тоже. Вот эту умницу, красавицу, женщину, 10 лет, этим оружием убили. Моя сестра. Виктория, а расскажите, кто убил? Вы же знаете, кто соседка, что с тобой предсказали, ваша соседка? Понимаете, я, да, я хочу сказать, что Ирина ходила к этой женщине, Таисия Григорьевна, по-моему, зафотчет. Я очень давно там не живу и плохо знаю. Она ей сказала следующее, ты пострадаешь за свою мать. Она подходила извиняться, хотела как-то договориться, она сказала, ты пострадаешь за свою мать. Сказала, ты сумасшедшая. Таисия Григорьевна, пенсионерка. И где-то 70 лет, все это я не знаю, я как бы не высокого, среднего роста женщина, у нее двое сыновей. Я не знаю, что это за люди, я не знаю, кем это надо быть. Хорошо поссорились две женщины между собой, да. Можно как-то, могла администрация, как-то, ну, суды, как-то уладить этот конфликт. Можно же было как-то разумно или помириться, или договориться, но не решать же вот такие вещи, вот таким способом, вот такими методами, жестокими, достаточными. И сейчас люди грубо говоря, бывают меня, как свидетельниц своих родимых. Моя сестра, это мой самый дорогой человек был в любимом жизни. Умница, красавица, знала языки, два языка, испанский, французский. У меня ловыше образование, работала, никогда не... Вот все друзья, кто ее знает, нет, когда ни одного слова плохого они не говорили. Она всегда помогала, всегда поддерживала, всегда переживала за близких друзей. Вот такую женщину, понимаете, убивают какие-то люди. Это не люди, это биологическая масса какая-то. Их нельзя назвать людьми, их даже фашистами нельзя назвать. Я не знаю, что это такое. Кто это? Редактор субтитров. Никаких. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...